Друзья, очень приятные сантиметры, очень приятные сантиметры. Также при этом могут крепиться колеса. Для того, чтобы не переносить вручную, можно на колеса передвигать литру за вперед, и оно кресовывает просто. То есть можно входить в какие-то повороты. Будущий черепок. И кресовывается на одной точке линии, впоследствии на режуре. Но суть в словах, что здесь у нас идет непрерывная подача материала, непрерывный производственный процесс. И поэтому он называется кодилем. Также обратите внимание на то, что нанесение вверх пиевых желобков происходит по короткой стороне. Что же мне объяснить, почему это по короткой стороне, наносится клей? При подготовке используется специально тот клей, ту клейную смесь, которая проходила под супермассивный формат. У них есть специальные технические характеристики, высокие коллеги, это сементные, и другие. И, собственно, технические характеристики указываются на цель С2. Соответственно, у них высокий уровень аплезии, и... У них также специальные характеристики подписаны С2. С2, С2. И С2, в свою очередь, означает, что у них большая эластичность. У них есть специальные характеристики антисчиввиламенту. У них есть специальные, наше Т и Д. У них есть специальные, которые позволяют... которые противопорствуют вертикальному скольжению клей, например, влагу на стену материал. И есть более интересные и есть более, скажем так, есть экспресс-выскание. У них есть специальные технологии, которые подходят к каждому формату и к каждому технологии. Но, в любом случае, наши продавцы, наши предыдущие менеджер-проектов, они способны подобрать определенные цели, определенные цели, технологии, информации, определенные цели, которые у них указаны. Поехали, подойди! Передомо, сейчас мы всё приймем к воде на стену. Мы хотим повторить проехать есть изучение, есть изучение, и изучение. Вы понимаете, что это и 소сорма, что мы с высокой мислорацией для понятия, мистерной культуры. У них есть 120 Julian 230. Существует несколько вопросов, используя такие биты, но получите, пожалуйста, что мы специально разработали один из этих моментов, который бы рассчитывал, какое минимальное пространство лестничных машин, лифтовых холодов, куда можно было бы провести, при том, какого формата. Уходят вот на такая штука, вот на это, начинаем посередине, несколько штук, мы на звук чувствуем, что там пустая, либо не пустая, посередине, потом опять посередине, несколько раз вот так, и все, дымка не падает больше. Если я этот клей обещал правильно, открыл здесь правильно, вы, может, гарант даете мне год, не два, не три, как здесь говорят, три года. Я когда сам работал, я говорил, пока я жив, есть гарантия. Я так считал. А вопрос по поводу, если же виброприсоска такая, я с клеем тоже читаю. Если вы правильно делали клей, у вас не нужна ни виброприсоска, ничего. Если вы клей не делали правильно, любое, что там, она все равно будет проблем дает. Просто если клей будет твердый, а вы считаете, что эта виброприсоска помогает, просто вы когда идете, примерно здесь я целый, здесь иду на кусочку, как я могу вибраться на это. А вот это, удар как хочешь. Здесь не нужна электрика. Если у вас куда-то ездят на этой виброприсоске, что там сломалось, у вас все потеряли. Электроинструменты, они постоянно дают проблемы, как все мы знаем. Здесь механические, просто удары, они тяжелые. Сейчас скажу. И да, смотрите, пожалуйста, на монтажной стороне плиты, а также мы прошли ребрами клея по короткой стороне. Также здесь серия системы, которые использовали вытесение клея по короткой стороне. Как я вам уже сказал, что он не образовывался в воздушных мешках. Чтобы воздух мог выходить из-за плиты по короткой стороне, и проще было бы это сделать, мы для этого и наносим клея по такой диагнозу. Для того, чтобы укладывать эту супермассу на стену, лучше использовать трех мастеров. Если же мы укладываем на пол, то практически двух человек. Либо, давай, поднимай, поднимай. Особенно, например, я вижу, если уже мастера могут и вдвоем ставиться с оплатой на стену. Попали уже нормально. Попали уже нормально. Попали. 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 Прямо это сколько ударов, а на ней сломает плитку. А воздух так недавнете. что она сломает плитку, любое сильное, что вы хотите, не сломать плитку. А что она сделала? Она, когда ударит, она как на молоток, дает такой вибрации и ударит, чтобы плитка... Сколько здесь ударит, я могу сейчас прямо на это поднимать, плитка не падает. Клей-то сухой был. Смотрите, вот такой результат. Да, при этом пух был твердый. А если я поставил воду, то он чуть-чуть мокрый. Когда он правильный в такой щитке, он не твердый. Вот этот суда на руку, он нехорошо будет. Вот этот суда на руку, он через несколько времени, дает то, что проблема. Это сто процентов. Вот она уже тоже неправильная. Потому что вода уже была добавлена в старичь. Но все равно она лучше, чем на руку. Потому что там был твердый. Примерно клей мы считаем вот так. Если мы что-то неправильное, она потребляет 10-15-20% на качество. Хочешь, что там неправильное, больше потребляет качество. В общем, может быть несколько. Во-первых, Сашкурана забрался аренду. Во-вторых, мой край не отбил по всей площади. А в третьих, мне хватило глея. Просто не достали. В любом случае, может быть... Пройдешь время, и у нас получится. Ощущение такое, что просто нет поверхности. Это любимое прохождение. Он просто вырезает и просто семинар проводит. Я не уверен, что пойду там на руку. Потому что там еще клей чуть-чуть нет. Я не могу. Все, убираем. Все, убираем. Все, убираем. Все, убираем. Если инструмент на списание, то можно оставить в детскую. Чтобы будет такая конструкция. В следующей части вы увидите, как и чем формируют углы. И какие лучше всего углы будут крепче и безопаснее. А на сегодня у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.